Нина Александровна – педагог-кроевед, один из известнейших кроеведов нашего города. Она человек неравнодушный, энергичный, энтузиаст и подвижный к своему делу. Я благодарю Нину Александровну за то, что она нашу память перед рот соберет по крупицам наших родных, близких. Конечно, работа, которую занимает Нина Александровна, имеет большое значение для подрастающего поколения. Они знакомятся со своей малой родиной, и это закладывает, наверное, какие-то основы в их характер, в их мировоззрение. Ну и районным компенсационным жюри она признана лучшим проеведом района. Она рассказывает нам о войне и о наших земляках. И делает это она так искренне, со слезами на глазах, что это трогает до глубины души. И самые даже шумные ребята в нашем классе всегда с удовольствием ее слушают. В первую очередь я испытывал, конечно, гордость. Гордость за наших земляков, за то, что они отдали жизнь. Действительно, за то, чтобы мы могли увидеть мирное небо над головой. Занимается, конечно, важнейшей работой воспитанием подрастающего поколения патриотическим воспитанием. Это вообще золотое наследие Бокстогорского района. И нам просто повезло, что у нас в городе Пикалева есть такой человек. В городе Пикалева я занимаюсь критической деятельностью с детьми и более старшими, старшим поколением, учащимися старшеклассниками, около 30 лет. С 1989 года я работаю в Дове Пионеров. Начинала я именно там. И очень популярна была клубная деятельность. Поэтому нужно было организовать какой-то клуб. Красивое название «Знай и люби свой край». Встречались с интересными людьми, с блокадниками, с участниками обороны Ленинграда. Это было много лет назад. Но потом уже я понимала, что для объема экскурсий не хватает мемориальных досуг. И я решила, что нужно с детьми написать проект. Мы выезжаем со взрослыми ребятами в город Санкт-Петербург и защищаем этот проект. Мы занимаем второе место. Нам дают деньги. И я устанавливаю в 2007 году мемориальную доску Эвако-госпиталю. Госпиталь находился в первой школе каменной. И сегодня туда я веду экскурсии. Данный памятник является результатом труда юных краеведов. Мы установили три мемориальных доски. Это в 2008 году герой Советскому Союзу Волкову Василию Александровичу. И в 2010 году доска во славу железнодорожников. Да, и она постоянно участвует в конкурсе. Она занимается с молодежью. Она водит по городу экскурсии по памятным местам, где у нас госпитали были, где у нас авиамастерские были. Пешеходные экскурсии по родному городу. Я думаю, что ребята очень запомнились. Мы сходили из конца в конец. Наши Пикалевы открыли его с новой стороны. Новый Пикалев. Пикалево в годы войны. Сотрудничество краеведческого музея с Ниной Александровной Бейфер началось в 90-е годы. Сначала она принесла нам просто экспонаты старинные, старые фотографии. Потом она в пионерских тогда лагерях ходила с детьми в походы. Они там также собирали краеведческие предметы всякие исторические. И потом это вылилось уже в выставки. То есть было две персональных выставки Нины Александровны. У нее есть своя коллекция. Была замечательная выставка, которую они подготовили с детьми, занимаясь краеведением. Выставка называлась «Бессмертие подвига героя Советского Союза годовиковья», который совершил таран над станцией Забарьев. Многие экспонаты из этой выставки подарены в музее Нины Александровны Бейшер. Более 300 экспонатов оклад Нины Александровны в фонду музея. Занимаясь краеведением, Нина Александровна часто готовит ребят к краеведческим конкурсам. И эта подготовка, она проходит в таком режиме, они тоже постоянно ходят в походы, в экспедиции, встречаются с людьми, записывают материал, публикуют этот материал в газетах, а потом это выливается в какие-то творческие работы, которые представляются на краеведческие конкурсы. Мне всегда была интересна история родного края, а встреч с Ниной Александровной только подогревали этот интерес. И вот в 7 классе мне предложили поучаствовать в конкурсе «История краеведческих работ. Листая год и как страница». Нина Александровна Бейшер мне предложила написать сочинение о старейшем жителе нашего района. Николай Васильевич Виноградов, который прожил почти век на нашей земле, был председателем колхоза до войны и после и просто был жизнерадостным, добрым человеком. Моя работа называлась «Сто лет на земле отцов и дедов», которая заняла третье место. Самое главное, что она передает детям, когда встречается в школах, в нашем классе, это любовь к родине, неравнодушие к истории страны и память. Память о наших предках, о тех воинах, солдатах, которые отдали жизни за то, что жили мы. «И будет день, и неизбежно будет, на сцену выйдет в орденах старик, последний на планете фронтовик. Запоминайте, спрашивайте, записывайте за ними, подходите к ним 9 мая, кланяйтесь им и говорите спасибо вам». Встреча с Нины Александровны каждый раз очень интересна и познавательна. Она очень эмоциональный, искренний человек. Ее приятно и интересно слушать. В каждый раз ее рассказывали, потому что они такие детальные, прям каждый факт расскажут. Вот уже 18 лет я публикую из газеты «Рабочее слово», городская газета города Пикалева. Я нахожу материал, работаю с ним, и все это закладывается в фонды библиотеки и в фонды Краеведческого музея города Пикалева. Я выхожу на классы, которые всегда с удовольствием слушают, показываю им газету в военной форме или по каким-то другим материалам, например, «История города Пикалева». И, конечно же, это все обсуждается. В городской библиотеке уже много-много лет собираются материалы, которые печатаются в газете «Рабочее слово», раньше печатались еще в «Новом пути», иногда были в газете «Девья», в общем, те, что собирают Нина Александровна Бейшер. Статьи совершенно разные и о Великой Отечественной войне, и вообще об истории нашего края. С Ниной Александровной Бейшер детская библиотека работает около 10 лет. Хорошо то, что она не дает забыть нашу историческую память. Заставляет думать не только о судьбах страны в целом, но она заставляет думать об участии каждого человека в этих огромных, большим значимых событиях, событиях Великой Отечественной войны. Это в целом оказывает какое-то воздействие на детей. Может быть, сейчас они этого еще не очень понимают, но в дальнейшем, вероятно, они это осознают. Когда над Родиной и на Батон беда качнула небосвод, мужчины все ушли в солдаты спасать Отечество и свой народ. Андр Алексеевич Шепелев присутствовал при прорыве блокады Ленинграда, при снятии блокады Ленинграда. Видите, какая фигура важная. А еще дошел до Берлина, расписался там. Лично мне на данном мероприятии было очень интересно, потому что, как я считаю, это очень важно помнить и гордиться подвигами наших соотечественников. Наследие, которое есть, оно сохраняется, и о нем очень часто говорят. Есть люди, которые преданы этому делу. В нашем Бокситогорском районе это пешер Нина Александровна. Нина Александровна долгие годы работает уже с нашей школой. К нам она приходит, как желанный сотрудник, и мы всегда благодарим ее за проделанную работу. Когда Нина Александровна приходит и когда проводит мероприятие, то замирает вся школа, замирает душа, и на глаза наворачиваются слезы. Почему? Да только человек, который любит свой край, который любит свою отчизну, свою малую родину, может говорить об этом, о чистой душе. Нина Александровна – это человек, который не знает ни минуты покоя. Она достаточно много ходит в экспедиции. И вот мы сегодня находимся в нашей маленькой, уютной русской избе. Это школьный музей. Но Нина Александровна тоже была помощником. Она нам говорила, как и где расположить какие вещи, какая вещь ему служит. Она давала нам знания о том, где применяется. Детям рассказывает, и все это делает очень творчески, в стихах. Она говорит о том, что как нужно сохранить русский быт, каким это был русский быт. Нужно знать о нашей малой родине. И дети, вы знаете, этому верят, потому что этому человеку не поверить нельзя. Мы находимся в музее школы номер 4 имени Александра Павловича Румянцева, музей историко-клилический. И в нашем музее, он создавался с 2014 года, и инициатором создания этого музея была Виша Нина Александровна. Она по крупицам собирала весь этот материал. И у нас богатейшее собрание экспонатов внутреннего мира избы, русской избы. Нина Александровна проводит огромную работу. Вот на базе нашего музея это экскурсии. Но кроме этого, ведь чтобы провести экскурсию, необходимо подобрать материал. И Нина Александровна с ребятами собирает по крупицам, по зернышкам вот этот материал. После этого составляется экскурсия, и уже эта экскурсия проводится для других ребят. Очень важно, чтобы дети молодых поколений воспитывались в моральном климате, в памяти народной, семейной. То есть вот за это мы благодарны Нине Александровне. Надо спешить. Крайведы, некогда дремать. Записываем, публикуем, рассказываем детям, рассказываем общественности.